Итак, далее в нашем выпуске чудовищная история в Калининграде. Младенец умер в роддоме из-за того, что главврач пожалела лекарство. Стоит оно 20 тысяч рублей. Препарат в наличии был, но тратить его, видимо, оказалось жалко. Решив, что младенец не выживет, главврач написала в карте, что ребенок родился мертвым, чтобы не портить статистику. О том, как все было, расскажет Марина Наумова. В четвертом роддоме Калининграда работают следователи. Идет допрос медперсонала. Изъяты медицинские карты роженицы, другие документы. Получить комментарий в самом роддоме невозможно. Хотели пообщаться с исполняющей обязанностей главврача? А кто у нас? Я сейчас не знаю. А, не знаете даже, кто главврач сейчас? Нет, сейчас кто? Вы себе белый. Или у вас уже новый главврач назначен? Назначен новый главврач. Накануне здесь произошел случай, о котором говорит сегодня весь город. В роддоме пожалели дорогостоящее лекарство для новорожденного, из-за чего ребенок умер. По данным следствия, исполняющий обязанности главврача Елена Белая распорядилась не вводить ему дорогой препарат, хотя по медицинским показаниям он был жизненно необходим малышу. Речь идет о препарате Курасурф, который назначают новорожденным, находящимся на искусственной вентиляции легких. По данным областного правительства, роддом номер 4 обеспечен этим лекарством, оно не считается дефицитным. И в Калининграде его цена варьируется от 20 до 24 тысяч рублей. Курасурф, снижающий осложнение от респираторных заболеваний, по мнению врача, уже не спас бы мальчика, родившегося на очень раннем сроке. По версии следствия, Елена Белая просто пожалела тратить на умирающего ребенка дорогое лекарство. Исполняющий обязанности главврача роддома не стал бороться за жизнь новорожденного. И даже, как говорится в материалах дела, распорядилась позаботиться о том, чтобы не ухудшать показатели роддома и не портить благоприятную картину работы учреждения. Подозреваемая, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, дала незаконное указание медицинскому персоналу сделать все возможное для того, чтобы ребенок не выжил. Желая скрыть совершенное преступление, избежать установленной законом ответственности, а также улучшить статистику медицинского учреждения в части детской смертности, дала указание подчиненным переписать историю родов ребенка, в которой указать, что ребенок родился мертворожденным. Против исполняющей обязанности главврача возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Губернатор Калининградской области выразил соболезнование семье, потерявшей ребенка. Региональное министерство здравоохранения проводит свое расследование и выясняет, насколько правомерны были действия врача и мог ли мальчик, появившийся на свет на 24-й неделе, выжить, если бы ему был введен курасурф. Цикл жизни ребенка на таком раннем этапе рождения, скажем так, крайне нестабилен. То есть, по нашей информации, ребенок на аппарате искусственной медицинской среды легких прожил буквально несколько часов и умер просто. У него остановилось сердце. Говорить о том, насколько на это повлияло значение препарата, мы начинаем предновременно. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас Елена Белая задержана. В ближайшее время суд изберет для нее меры пресечения. Марина Наумова, Дарья Веклич, Евгений Бекиш, Александр Наумов, Павел Тимофеев. Вести Калининград. Спасибо. Продолжение следует...